мы находимся в королевском зале в крепости оловы лена чем примечателен этот зал если посмотреть наверх то потолок который здесь есть он оригинальный вот и здесь сверху есть вот эти черные крюки это места где крепились канделябры что еще можно сказать про этот зал что вот здесь окна на которую я сейчас наложу камеру в этих окнах были первые стекла в крепости то есть по всей крепости стекла не было первые стекла появились здесь в этом зале принимали короля с швеции густого второго в 1622 году конечно мебель которую вы видите она не ведь не оригинальная оригинальные здесь только боковые скамьи для гостей в 1803 году здесь был александр третий ну насколько я понимаю что это самый парадный зал в крепости кроме того здесь была лютеранская и православной церкви а также здесь место для проведения каких-то торжественных событий в то время в этом помещении есть камин я показываю пальцем вот это как раз вот камин но камины в средневековье очень плохо обогревали такие помещения поэтому здесь есть средневековая система отопления вот это темное отверстие этот дымоход кухни и и когда на кухне прогорали дрова закрывали дымоход и теплый воздух как раз поступал в этот зал это был достаточно эффективный способ обогрева а вот тот камин который я показал сожалению средние века там не было заслонок поэтому тепло очень быстро уходила грубо говоря уходила воздух вот ну что же давайте пойдем дальше посмотрим что есть еще так достаточно темно очень крутые лестницы очень крутые поднимаюсь аккуратно но здесь мы дошли до туалета крепостного он нам не нужен вот еще помещение так что это у нас это крепости оборонные крепости швеции и россии улонли на который мы находимся это самая северная крепость в мире она была частью одной единой оборонной линии и вот как раз здесь на картиночке есть сеть крепостей вот мы находимся сейчас вот в этой крепости самой северной крепости вот самой северной крепости в мире и самой и и крепости который был опорным пунктом швеции в карелии вот здесь как раз на стендах представлены другие крепости ну оловен ли на одна из самых хорошо сохранившихся крепостей здесь конечно же ей что посмотреть вот как раз вот это вид крепости олованы он вон ли на выборгская крепость ну она на самом деле может быть даже более красивая чем олован ли на но она к сожалению не такая отреставрированная там тоже башни святого олафа вот но она не в не в том состоянии крепость орешек вот как раз крепость орешек в 1327 году был подписан ореховецкий договор между новгородом и между а швеции и была установлена первая граница его первая граница между новгородом и швеции как раз проходила здесь по сайме по вот этой сайменской водной системе крепость старая ладога копорская крепость причем про старую ладогу хочу сказать что это одна из древнейших крепостей в россии и скандинавы рюрик как раз приехал а прибыл сюда это очень это ключевая крепость для торгового пути из варягов греки и очень важная для истории вообще на россии то есть фактически нужно говорить что киевская русь как таковая и потом киевская русь она образовалась именно из этой крепости это один из первых центров российской государственности и он городская крепость это уже более позднее что ж вот такое место мы тут видим геральди гу гераль дику видим различные гербы вот и вот тут эти гербы есть ну что предлагаю двигаться дальше так